Рим События происходили в третьем веке до нашей эры Записано историками того времени Подтверждено учеными наших дней Опусти руки в чашу Клянись Клянусь До конца своих дней До конца своих дней Быть противником Рима Быть противником Рима Соперничество между Карфагеном и Римом переросло в войну Которая превратила маленького ребенка В одного из величайших полководцев Ганнибала Я был рожден, чтобы отомстить И выращен, чтобы достичь невозможного Я буду известен как самый великий враг Рима Это история полководца, который довел свою армию до предела человеческой выносливости Полководца удачливого настолько, что он сумел завоевать Рим История блестящего ума, поставившего Рим на грань катастрофы Решение, которое изменило жизнь Ганнибала И определило судьбу западного мира на следующие 600 лет Ганнибал Война Вот все, что я видел Война между Карфагеном и Римом 40 лет назад с Римом воевал мой отец Но тогда бой был проигран Мы были унижены и потеряли свои земли Но потом под командованием моего отца мы вновь восстали И расширили наши территории от Северной Африки до Испании Но Средиземноморье никогда бы не потерпело двух правителей Варо Марк Терентий Префект Рима в Испании Либо Карфаген, либо Рим должен быть разрушен Я поклялся памятью отца, что это не будет Карфаген Ганнибал Барка Я Марк Терентий Варо Представитель Римского Сената Мои братья Магон И Газдурабал Думаю, ты знаешь, зачем я здесь Мы узнали, что ты угрожал напасть на город Сагунт Да Сагунт – союзник Рима Он под нашей защитой Сагунт находится в Испании, а не в Италии Но он продолжает нападать на испанских союзников Карфагена Скажи мне, Марк Терентий Варо Если бы он был на римской земле Что бы ты сделал? Я уверен, ты знаешь законы Объявляя войну Сагунту, ты получаешь войну с Римом Сагунт, юг Испании 219 год до нашей эры За Карфаген Мой поход на Сагунт был жестоким Я хотел раздразнить Рима Совет старейшин Карфаген, Север Африки Осень, 219 год до нашей эры Рим не потерпит такого наглого нападения на союзника Мы требуем, чтобы ты Ганнибал Барка Признал владычество Рима И предстал перед судом На каком основании ты, находясь в Карфагене Угрожаешь нам, Фабий? Мы напали на Сагунт После того, как он напал на нас Это безумство Барка доведет нас до войны Ганнон Великий, политический противник Ганнибала Итак, мы можем разойтись мирно Или Начать войну Что выбирает Карфаген Войну Или мир Выбирай сам, Фабий Пусть Рим решает Война Жечь здесь все Война, ради которой я родился, началась Война за жизнь нашего мира Новый Карфаген Испания 218-й год до н.э. В Испании Ганнибал набрал войско для своего омщения Собранное со всех частей Испании и Африки Было неоднородно по составу Но всех объединяло одно Стремление Отстоять честь Карфагена Восемь тысяч всадников Сорок тысяч пешек Оружие Копья Люди должны быть готовы к внезапному нападению Они готовы, брат мой? Магон, младший брат Ганнибала Начальник пехоты Махарбал, быстры ли твои намидийские всадники? Быстрее ветра, господин Не смеши меня, Махарбал Быстрее римских всадников Махарбал, начальник конницы и военный советник Слоны 37 Они здоровы? Здоровы Убрать отсюда детей Мы идем на войну Мы идем на войну Римляне отправляют две армии Одну в Сицилию Оттуда они надеются атаковать Карфаген Другую в Южную Францию Оттуда они хотят атаковать нас здесь, в Испании Но нас здесь может не быть Мы всегда хотели воевать на римской земле И вот это время настало Мы не можем атаковать их на корабле, потому что морем владеет Рим Вместо этого мы поведем войско к Франции, перейдем Рону и направимся к Италии Мы знаем, что прибрежные дороги хорошо защищены Поэтому Пойдем через Альпы 50 тысяч человек в горы? Это самый короткий путь Римлянам и в голову не придет, что мы способны на такую дерзость Гискон Только что вернулся из Альпы Он нашел проводников Он думает, что мы сможем это сделать, а ведь он самый осторожный среди нас Александр собрал 50 тысяч человек в Грецию И он завоевал мир Неплохо для Греции Но мы не хуже Ступайте Скажите своим солдатам Им это не нравится Это и не обязательно Мне это не нравится Гастеробал, брат Ганнибала, владелец испанских провинций К твоему счастью, я не могу взять всех Нужно, чтобы кто-то остался здесь, защищать Испанию, охранять ее территорию Тогда сам останься и защищай ее Ты понял, чего я хочу Наш отец 8 лет воевал за Испанию А ты хочешь подвергнуть ее такому риску Но так и происходят великие завоевания и поражения Мы должны показать Риму, что не будем больше унижаться Я сделаю все, чтобы вернуть честь и уважение Карфагена А это я смогу сделать, если только буду знать, что Испания в надежных руках Брат мой Обещаю, что ровно через год Мы будем стоять на берегу Тибра Радуясь победе В твоих руках судьбы 50 тысяч человек Кто поведет их, если не я Они пойдут за тобой Они пойдут за тобой, но не за мной За тебя они будут стоять на смерть Я требовал от своих людей личных жертв Чтобы они оставили позади все самое дорогое И они знали, что могут не вернуться Исключений быть не могло Эмилька, жена Ганнибала, испанская принцесса Готово? Как видишь, почти все готово Хорошо В Карфагене ты будешь в безопасности В безопасности Твоя испанская жена будет взаперти в Карфагене, чтобы мои люди не сбежали в Рим Это обыкновенная война Не говори, что это ради меня Мы жестоко бились за Испанию Поэтому должны быть уверены в ее безопасности Ты даже женился на Испанке Скоро все кончится Я отомщу Риму И мы снова будем вместе Войско Ганнибала покидает Южную Испанию Весна 218-й год до нашей эры В первой войне с Римом Карфаген оборонялся и проиграл Римляне ожидали, что во второй раз будет так же Но Ганнибал сделал то, чего Рим ожидал меньше всего Накануне зимы он прошел 2400 километров вместе с 90 тысячами человек 12 тысячами всадников и 37 слонов Мы будем уроны до сезона урожая Мы сможем набрать провизии до того, как перейдем Альпы Нужно успеть пополнить запасы У нас есть время, Махарвал Южнее реки Эбро Войско Ганнибала еще находилось на землях, принадлежащих Карфагену Но на севере они уже вступили на вражескую территорию Это наши проводники? Безопасность похода зависела от надежности проводников, которые не подчинялись ни Карфагену, ни Риму Только себе Он сказал, что ему понравился подарок Он сказал, что дорога тяжелая, и мы можем заблудиться Он предложил провести нас Скажи ему, что мы благодарим его и его людей за помощь Это было рискованно Но у нас не было выбора Мало кто из моих людей был так далеко на севере Все нервничали И было отчего Ганнибал, что делать с дезертирами? Мы теряем людей Если кто-нибудь будет пойман То пусть лошади разорвут его на части в качестве примера Побереги людей, Махарбал Количество людей увеличится, когда к нам присоединятся проводники Этот негодяй завел нас в ловушку Осторожно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Махарбал Воровство и предательство Вот чего нужно было ожидать от этих чужаков И как мы теперь выберемся? И как мы теперь выберемся? Пленники покажут нам дорогу Иначе мы убьем их ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Долина Роны, юг Франции Осень, 218-й год до нашей эры Наш поход только начался Но силы природы, но силы природы, но силы природы уже отделили слабых от сильных Я знал, что в Италии мне будут нужны сильнейшие Ганнибал, посмотри правде в глаза Прошло слишком много времени Мы недооценили Мы? И если мы перезимуем Если мы перезимуем здесь То на другой стороне нас будет ждать самое большое войско в мире Мы перейдем горы Римляне находятся в Марселе Это всего два дня, мы можем настигнуть их там Мы нападем на них врасплох Зимой или летом Но мы пройдем через Альпы Римское войско остановилось в Марселе Чтобы пополнить провизию перед походом в Испанию Они не знали, что Ганнибал уже рядом Этого не может быть Это правда Он уже пересек Пиренеи и почти достиг Роны Я планировал воевать в Испании Возможно, атакуя нас во Франции Он и пытается спасти Испанию Публий Стипион Обычный римский военачальник Надежный, предсказуемый Он просто хотел загнать меня И расправиться со мной Публий Стипион II, сын консула Или его цель это Рим? Возможно, его цель Рим И ему понадобится быть ближе к морю Никто не сможет провести такое войско Дороги тяжелые Горы И эти проклятые галлы Завтра Мы выступаем, чтобы помешать ему Лагерь Ганнибала Долина реки Роны Осень Что значит, они ушли? Он сказал, что они ушли три дня назад Куда они ушли? На восток В горам Ты думаешь, ему удастся пройти через Альпы? Если сможет, то на другой стороне его будем ждать мы Я возвращаюсь в Италию, чтобы собрать новое войско Мы разобьем его Хоть его дом уже и разруш Мы недооценивали этого варвара Противник Публия Стипиона обхитрил его, избрав другой маневр Это был урок, который семья Стипиона, а особенно сын, запомнит навсегда От римской земли нас отделяло только одно Сто девяносто километров снега, льда и камней Ганнибал достиг Альп в начале зимы Его люди привыкли к мягкому климату Испании и Северной Африки И не были готовы к тем условиям, что их ожидали здесь Северной Африки На высоте 2400 метров войско продвигалось все дальше Без пищи, без укрытия и без привалов Мы должны были идти Никакого отдыха Если бы мы остановились, мы бы погибли Нас убивал город Вперед! Не останавливаться! Каждый день мы теряли тысячи жизней И я до сих пор не был уверен в маршруте Продолжаем идти Не останавливаться Иначе умрете Вперед! КОНЕЦ Достигнув вершины Ганнибал обнаружил, что путь перекрыт обвалом КОНЕЦ Почему мы остановились? Дороги нет Принесите дров и вина Быстрее, быстрее Поставьте вино в снег, чтобы охлаждалось КОНЕЦ Нужно подождать КОНЕЦ 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 Горы вступило 50 тысяч человек. Но лишь чуть больше половины преодолела этот путь. Но я готов был принести эту жертву, лишь бы нога римлян не ступила на землю Карфагена. Поход из нового Карфагена занял семь месяцев. 70 тысяч человек погибли или сбежали в дороге. Но впереди было самое трудное. Мы прошли. Ганнибал пришел сюда, чтобы принять бой, но его ослабленное войско еще не столкнулось с настоящим врагом. Они прошли. Но все они больны. Это от холода. Они к нему непривычны. Можно что-нибудь сделать? Им нужен отдых. Но даже тогда я не уверен, что они будут готовы к битве. Это не солдаты. Просто им нужна еда и отдых. Нам нужны еще людей. Мы найдем людей среди местных. Они дико. Они воины, махарбал. И тоже ненавидят Рим. Я воевал не только с римлянами. Половина их войска была набрана у союзников Италии. Чтобы победить Рим, мне нужно сравнить нашу силу и силу тех союзников. Чего ты хочешь? Провизии, оружия, людей. Чтобы воевать с Римом? Чтобы победить Рим? Твои люди истощены. Они оголодали. Это безумие? Нет. Это ради свободы. Ты приведешь туда свое войско, и что дальше? Мы воевали с Римом. Ты знаешь, что римляне делают с теми, кто с ними воевает? Они никого не оставляют живых. Тела наших людей были перемешаны с трупами наших собак. Если ты присоединишься к нам, то Рим будет сломлен навсегда. Клянусь. Трусы. Обойдемся без них. Они не трусы. Они воевали с Римом. Что мы будем делать? Вернемся назад. Через горы. Или останемся и дадим бой. У нас мало людей. В победе главное не количество людей, а желание выжить. И чтобы доказать это, я дал шанс нашим пленным. Они должны были драться. Наградой была свобода. Я хотел дать понять своим солдатам, что они должны быть готовы к смерти. Если хотят победить. Так. 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 Продолжение следует... Этот человек добился свободы. Я не оставил ему выбора, кроме как бороться за свою жизнь. Боги также не дают нам ничего, кроме воли к жизни. Скоро вы столкнетесь с римскими легионами. Их куда больше, чем нас. Римские солдаты сильнее и крепче нас. Они лучше вооружены, но они бьются только потому, что им приказали. А мы воюем, чтобы вернуть то, что принадлежало нам. Римляне думают, что мы дикие варвары. Некоторые из нас – да. Но когда мы вместе на поле боя, мы верим в то, что отвага приведет нас к победе. Трусость и нерешительность означают поражение, а, возможно, и смерть. Мы боремся за жизнь. За Карфагену. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Охрана Публия-Степиона, север Италии, ноябрь 218-й год до нашей эры. Но как только Ганнибал вновь набрал себе людей, войско Публия-Степиона направилось на север, чтобы остановить его. Чем быстрее мы узнаем, где он и сколько у него людей, тем быстрее мы накажем этого варвара за то, что он посмел ступить на римскую землю. Сколько? Четыре или пять тысяч пеших и всадников? Прикажи своим людям укрыться за тем холмом. Началось. Я знал, что римляне считали нас легкой добычей, ослабленной дорогой. Именно так я и хотел, чтобы они думали. КОНЕЦ Нет. Нет. Подарок от Ри. Значит, садники не разочаровали нас. Они отважно сражались. Это заслуга их начальника. Это правда. Честно говоря, римский противник был не в настроении. Ты чуть не убил его. Чуть? Макарвал, ты стареешь. Его спас его сын. Два поколения избежали твоего гнева. Что это за счастливцы? Это Сципионы. Одна из самых уважаемых семей в Риме. Но я готов поспорить, что кровь у них такая же, как и у солдат. Отец ранен. Возможно, в следующий раз та же участь постигнет сына. И эта семья прекратит свое существование. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Первая победа Ганнибала в Риме окончательно закрепила его союз с Северной Италией. На это Рим собрал второе войско в Сицилии, чтобы укрепить оборону Публия Степиона. Консул Лонгий Симкрони. Осень 218-й год до нашей эры. Лонгий. Публий. Спасибо. Как я понимаю, твой отец обязан тебе жизнью. Я рад, что тебе лучше. Врач уверил меня, что я скоро поправлюсь. Отлично. Я думаю, нужно напасть на Ганнибала. И чем быстрее, тем лучше. Не дадим ему насладиться победой. Ему просто повезло. Они появились из ниоткуда. Они уничтожили нас. Мы даже не успели достать оружие. Удивлен тому, что ты и так говоришь об этом варваре. Скоро ты сам все увидишь. А пока предлагаю подождать до зимы. Каждый час пребывания этого варвара на нашей земле – это наше поражение. Нам нужны быстрые действия, пока он не укрепил позиции. Завтра мы отправимся к Требии. Сенаторы Публи и Лонгий занимали самое высокое положение в Риме. Должность могла принадлежать человеку только год. Так как срок истекал, Лонгию была необходима битва. На Требии я начал битву раньше, чем римляне подготовились к бою. 25 тысяч отборных воинов были разгромлены. На Тразименском озере против меня выступила вся мощь Рима. В тумане мы загнали римлян к озеру и перерезали 15 тысяч человек. Некоторые предпочли утопиться, чем встретиться с нами лицом к лицу. Раньше мое имя было известно немногим. Я был тенью, пришедшей из гор. Теперь я достиг сердца Италии. Еще одна победа, и эта война будет окончена. Войска Ганнибала направлялась к Риму. Впервые за 50 лет там был назначен военный диктатор. Им был избран Фабий Максимус. Вы не забыли, что войска Ганнибала в 100 милях от Рима? Тогда мы должны дать им бой, уничтожить их. Если они не уничтожат нас. Ты сомневаешься в чести и мужестве римлян? Я говорю только о фактах. На Требии мы потеряли 20 тысяч человек. На Треземенском озере мы потеряли 15 тысяч. И консула. Если дальше будет так же, то Рим будет уничтожен. Надо быть беспощадными, и не только с врагом, но и с самим собой. Надо признать свои ошибки и изменить тактику. Что ты предлагаешь, Фабий? Мы лишим его того, чего он так хочет. Войны. Лучший способ победить Ганнибала это не давать ему бой. У него большое войско, но оно состоит из людей, которые зависят от поставок еды. А голод быстро подорвет мощь этого войска. Это тактика труса, но не воина. Вы не могли бы обучить римское войско тактикам этого дикаря? Я обучу римское войско всему, что поможет уничтожить Ганнибала навсегда. У дороги меня изнурила южная болезнь, которая похуже любого врага. Они правда думают, что смогут нас так одолеть? Они знают, что голодное войско – это слабое войско. Мы должны заставить их начать бой. Где этот чертов лекарь? Он уже в пути. Нам не нужно поле боя, чтобы победить этих римлян. Я хочу сжечь их дома дотла, их урожаи, поля, все, что у них есть. Сжечь все, кроме дома Фабия. Я хочу, что осталось нетронутым. Посмотрим, как он будет тебя чувствовать, когда вокруг будут одни руйны. Фабий, ты считаешь, что выбрал верную стратегию? Одно. Он пытается вас провоцировать. Не позволяйте. Это не вашу землю, собираются сжечь дотла. Инвекция проникла глубоко. Ты можешь что-нибудь сделать? Увы, нет. Тогда уйди. Убирайся. Я потеряю глаз? Да. И мне очень жаль. Они могут подумать, что это плохой знак. Но это не так. Ну, конечно. Ты понимаешь, что значит быть гражданином Рима, стыклю? Кем бы ты ни был, куда бы ты ни пошел, если на тебя вдруг нападут или несправедливо поступят с тобой, Рим всей своей мощью встанет на твою защиту. Я понимаю. Этот варвар хочет всем доказать, что Рим можно одурачить. Зря я высказываюсь. Ты верен Фабию. Фабий мой командир. Я верен каждому, кто занимает этот пост. Фабий унижает Рим. Моему другу не хватает дисциплины. Сцепион. Прости его. Хотя, возможно, он в чем-то прав. Говори, Степион. Ты здесь среди друзей. Следуя нашей тактике, мы выглядим слабыми. Ганнибал смеется над нами. Это не позволительно для Рима. Значит, если бы ситуация изменилась, ты бы вступил в бой с варварами? Да. Под подходящим руководством. Что ж, мой друг, решения Фабия не совсем подходят для Рима. Диктаторство Фабия подходит к концу. Я кандидат на должность консула. Возможно, мы найдем другой способ решения этой проблемы. Через шесть месяцев мечта Варра сбылась, и его избрали консулом. Власть Фабия подошла к концу. Его политику не давать бой Ганнибалу от веры. Степион собрал самую большую армию, которая когда-либо была в Риме. И пошел на Ганнибалу. Он был в поле. Южная Италия, 216-й год до н.э. Надвигающаяся битва сулила стать самой кровавой в истории. Здесь пять-восемь легионов. 85 тысяч человек. Ты скучаешь по Фабию, Гискланд? 85 тысяч. Это самая большая армия, когда-либо собранная Римом. Они едины, и погибнут все как один. Это сложно, они хорошо обучены. Дисциплина может быть и достоинством, и недостатком. Да, но римлян научили воевать одним способом. Они предсказуемы. Мы нападем на них неожиданно и насладимся их поражением. Гискланд, ты напуган. Конечно нет. Не бойся. Там 80 тысяч человек. Но среди них нет Гискланд. Канн, 1 августа, 216 год до нашей эры. Идеально. Основные силы кинем на тот берег. Река нас защитит справа, а холмы слева. У него не будет шанса напасть внезапно, и конница не сможет зайти нам в тыл. Я бы не был так уверен. Павли, нас почти в два раза больше. Мы сплотим армию в единую массу мечей и щитов и разобьем его передний край в центре. Тогда посмотрим, на что способен этот варвар. Меня волнует только одно. Будет ли он драться? Он будет. Лагерь Ганнибала, Канн, 2 августа, 216 год до нашей эры. Нас меньше, и римляне выбрали в качестве поля боя место, где будет сильна их пехота. Они переоценивают мудрость этого решения. Наши силы будут распределены в форме дуги. Сильной и гибкой. Магаун, ты командуешь этим флангом. Он очень важен для этой битвы. Римляне увидят наш способ построения. Но им нас не оформить. Они уверены, что возьмут нас количество, и позволят им так думать. Помните, их силам может быть их слабость. Махарбал, сначала ты атакуешь их конец, а потом выступим мы. Вперед! Когда они увидят нашу конницу, то начнут бой. Но, несмотря ни на что, вы должны оттеснить их назад и посеять свете. Вперед! Если доводить атаку до конца, мы понесем большие потери, но вы должны отбросить их назад. В ответ римляне пошлют второй эшелон пехоты. Она превосходит нашу в количестве, и они этим воспользуются. Легионы Рима, к победе! Вперед! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Терпение, брат мой. Отступай, не тропясь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Твои шеренги неизбежно прорвутся, и римляне окажутся в ловушке. Они пошлют вперед новые войска. Бросить вперед резерв. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этот момент римляне решат, что победили. Ганнибал. 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 Позволю насладиться победой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А потом введем резервы, окружим и заблокируем обои. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они будут окружены с трех сторон и смогут только двигать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потом вернешься ты со своей кавалерии и перебьешь их. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пощады не будут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Канн, Южная Италия. Лето, 216-й год. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА